Для того, чтобы прояснить ситуацию, я сделаю следующее. Никогда не напутали, когда из-под земли бьет, простите, прорвавшая канализация, и она постепенно заливает территорию. Ну хорошо, канализация не симпатична, что у нас может быть из-под земли? Ключ. Гейзер. Родничный. Гейзер это то же самое по сути. Родник. Родник, да. Ключ. Пожарный шланг. В общем, ребята, давайте в этой точке включим источник мороженого. И оттуда поползло мороженое. Но только для того, чтобы ему все-таки было куда ползти, давайте сделаем так. Я сейчас много цветов введу, а ваше дело запоминать. Ребра, которые вот такие, вот такие, да, ребра? Из-за АВ. Давайте, вот, которые выходят из точки АВ, давайте я буду звать эти ребра. Не знаю, чьи-то зеленые, но мне так хочется. Договорились? И вот эти ребра я временно вообще сотру. И они не будут мешать, никак не будут мешать распространению мороженого. Вот. Замечательно. То, до чего мороженое дойдет, или, извините, покраснеет от встречи с ним, от счастья. Ей эти ребра я назову красным. Нормально? Нормально. Нормально. То, до чего дойдет, я назову красным. Как это будет? Посмотрите, это все тоже распространяется, распространяется, распространяется. Скажем, здесь есть какая-то зона, у нее красная граница. Здесь вот зона, красная граница, здесь зона, красная граница, красная граница. Это сюда. Вот это вот красная граница. Здесь стебелетчик красный. Идея Конина? Отлично. То, что... Вот вот эти штуки красные, то есть. Красные. Так, кстати, понятно, что у нас будет не реже. Это все будет ограничено. Поскольку это было ограничено циклом, то на всю плоскость это не расползется. Красная, то есть какая-то граница, да, есть красная. Отлично. А что будет, если граница является зеленая? Не может. Потому что я сказал, что цикл... Вот эта штука... Цикл был, когда я убрал вершину со всеми выходящими легками. Не может быть. Дальше, ребята. Вне вот этой красной границы... Слушайте, что бывает вне красной границы? Жуть какая-то, понятно? За границами нашей страны Американцы, Турки, Мандарины... Жуть какая-то, правда? Абсолютно. Апельсины всякие. Просто абсолютный ужас. Замечательно. За границей у нас будет Черный цвет. Это, чтобы меня ни в чем не обвинили, чтобы там просто помнить самый... Не посадить вот тот цвет. Это будет черный цвет. Все. Просто ужасно. Все вот эти ребра, они черные. Все, что попало, черные. Отлично. А вот это... Ребята, это с одной стороны за границей, но она какая-то такая же, как в советские времена был соцлагер, так называемый, да? То есть она хоть и за границей, но КГБ там все равно всем управляет. Это будет называться серая. Ребята, это не я. Это сколько? Так, сначала все-таки. Серая зона. Внутри красного, но... Так, а все понятно? Все понятно. Вот, а сейчас я буду доказывать некоторое утверждение. Первое утверждение будет звучать удивительно просто. В наше время это просто... В 2012 году я это рассказывал, никаких таких мыслей у слушателей не было. А сейчас просто сплошной анекдот. Так вот, первая лимма будет такая. За границей не бывает. Черного не бывает вообще. Первая теоретка мне докажет, что черного не бывает. Все наше? Да. Ну типа это. Да. Черного... В нашем воображении. Для графа Ж черного не бывает. Следующая теорема будет звучать так. Серого тоже не бывает. Ну а дальше мы посмотрим. На самом деле, следующий факт будет такой. Наростов тоже не бывает, а бывает только одни сутки. И на это доказательство только не закончится. Но сначала давайте докажем вот эту вот замечательную штуку о том, что черного не бывает. Ребята, это очень легко и абсолютно естественно делается. Рассказываю. Берете наш... Вот эту вот весь граф. И... Аккуратно, бритвочкой. Проходите и срезаете все черные лебра. Почистите конец. Останется граф... Предположим что черные лебра существуют. Останется граф, в котором меньше лебра. Согласны? От того, что вы их почикали, К3 и К5, разумеется, водить тут не могу. Значит, тот граф, который останется, даже если отрезок АВ взять не такой, а исходный, можно будет изобразить на плоскости. Согласны? Отлично. Так вот, мы его и изобразим. Наш вот этот вот цикл, он как-то изобразится в виде цикла. Наш отрезок АВ как-то изобразится. Можно считать, поменяв местами, в случае чего, что отрезок АВ отобразится внутри. Ребра, которые были зеленые, как-то изобразятся. Вот эти вот штучки как-то изобразятся. В общем, ребята, все будет замечательно, все будет чудесно. Черного уже у нас нет. Если все изобразится внутри, то после этого останется только просто пририсовать эти черные кусочки и сказать, что мы весь граф же изобразим. Если же не получается, то это значит, что какие-то куски из нашего графа вывалились наружу цикла. Ну, а вот интересно, как это они могли, если они раньше были внутри цикла, как они могли оказаться вне цикла? Ребята, вот если у нас было внутри цикла какое-то образование, которое двумя точками к этому циклу цеплялось, извините, тогда это не будет красного цвета, тогда красным цветом будет вот это. Ничего, значит, будет все плохо. Таким образом, если что-то и вывалилось, то как оно могло соотноситься с границей? Серый. Да вот так оно могло. Это какой-то граф, который только в одной точке прикреплен к нашей границе. Вот такому без разницы, что называется, без рода, без племени, да, ему хоть внутрь быть нарисован, ему хоть наружу. Отлично. Все вот такие штуки, которые вывалились снаружи, мы аккуратно пройдем и что? Биточка от цикла. И запихаем назад. А после этого добавим те самые черные. Отлично. Я только что довольно сильно прогнулся в доказательстве теории, а именно я только что доказал, что черные цветы нет.